Реконструкция монумента «Три сестры» на финишной промой. Выконано 80% работ. И это за 20 дней. Будовники плануют завершить працу в первые дни мая. Справа застанется за упрыгоживанием кургана и прилеглой территории зелеными насаджениями. Сегодня на допомогу доброго парадкования монумента приехали представники громадских организаций региона и молодь. 23-метровые пилоны набили белоснежный колер. С трех боков до кургана ведутся дорожки, упрыгоженные плитки с национальными орнаментами трехславянских народов. Это, дороже, одинное новое увядение, которое унесли архитекторы в план по реконструкции монумента. Работа проведена грунтовная. Надо было демонтировать 3200 метров погодных квадратных плитки, около километра бордюра демонтировать и установить. Также гранитные плитки, где-то около 300 метров квадратных установить. Делать благоустройство, также отремонтировать сам памятник. Мы работаем, как говорится, вахтовым методом весь световой день. Люди понимают, что это ответственная работа, которая поручена руководством области, выполненные поручения президента. Работу тут подшали трытые дни тому. Самым складанным было пофарбовать пилоны. Для працы на вышине заденешали спецтехнику. Белый цвет – цвет мира, цвет абсолютного одухотворения. И мне кажется, что даже общественные объединения, которые сегодня приехали, своим таким трудовым задором, мне кажется, они даже строителей воодушевили, для того, чтобы как можно быстрее завершить работы. Стелла буквально получила новое дыхание. И мне кажется, что мы завершим работы и с честью выполним поручения нашего президента. Простовники профессиональных союзов, громадских организаций и объединений, у среди которых Белая Русь, Червоная Крыш и БРСМ, приехали, допомогли с доброупорядкованием монумента. А малюсияны у разные годы бывали на международном форуме «Славянское одинство». У каждого свои особистые уражения и вспомины. Малюсияны, кажутся, об надеи, одновидеться броски сустреши трехславянских народов. Я однажды была на монументе здесь. Это было, на самом деле, очень восхитительно, потому что мне удалось даже попасть за кулисы. Люди общались, и настолько это все дружно, настолько это все весело было, что просто очень хочется повторения, очень хочется, чтобы возобновились такие праздники. Это возможность нам сплотиться и снова воссоединиться всем вместе. Евгения Кухаронак, Андрей Иванов, телерадо и компания «Гомель» с Дубрышского района.